Всем привет, салют, здравствуйте! Вы находитесь на канале кальянного мастера, твоей мамы. И прежде чем мы начнем этот обзор, сейчас будет наглядный мастер-класс «Как же нужно донатить блогерам?» продемонстрирует компания Дафт. У нас сегодня в гостях Роман, надо формально поздороваться. Мы сегодня просто не виделись ни разу, Рома только приехал. Большое спасибо, сегодня, естественно, будем говорить об обновленном Дафте. Это новое сырье, это не тхашное сырье, я теперь смело могу об этом говорить, мне не стыдно. Побойте бога, тварь. Все шуточки, которые мы с вами видели, ну, они были правдой, Роман не даст соврать, были косяки, но сейчас это все понерпили. А хули, увы. Чем пришлось пожертвовать, чтобы Дафт не тхашил? Я продал душу. Как минимум выкинуть все старое и собрать по-новому. То есть у вас никаких остатков не осталось? Ну, только упаковка и ароматизаторы. Вся табачная база полностью новая. Из самих новинок, что бы ты для себя выделил? Из последних вот 7-9. Окей, я старый-старый фанат почески Главы. Если мы говорим прям про последний дроп вкусов, прям вот то, что я могу курить в соло и мне будет покайфовать. По поводу Рафики и Тархуна. Рафики я как-то оставил без внимания, у меня особый вкус вообще не вкатил. Тархун прикольный, он не похож на Экстрагон Дарка. Он более такой лимонадный, я бы сказал, более интересный. По поводу пулу вкусов личи, кокос. Мидуэлхоллс? Все мимо? Все мимо, наверное, кроме личи. Наверное, кроме личи, который ты сейчас, кстати, куришь. Окей. По личи натурелло. Оставим 4 последних вкуса, потому что они действительно стоят внимания на потом. Ну, Роман, что у нас со стоимостью на DAF? Ценовая вилка какая сейчас? Слушай, на самом деле у нас при текущей актуальной модели у нас нет такого понятия как РРЦ. Рекомендованная розничная цена. Потому что наши дистрибьюторы-представители имеют на данный момент право торговать продуктом в каждой в своем регионе. Ну, не только в своем регионе. У нас, опять-таки, нет ограничений по региональному зонированию. Имеют право продавать его за столько, за сколько его купит рынок. Чтоб ты понимал, в среднем разброс цены на DAF, тот самый диппинговый, там, на Севасте 650, до, там, самых дорогих позиций, там, где-нибудь в Крестандаре за 1100. А ну нахуй! Глупо человеку продавать продукт дешевле, если он может продать его дороже, и у него за эти деньги его покупают. Хитро это, писью к носу подтянул. 1100 за 100 грамм жирный. Ну, если он не готов за эти деньги купить, соответственно, он не будет их покупать. Соответственно, он не будет стоить 1100. Соответственно, он бы стоил дешевле, логично. Где люди не готовы за такой продукт платить деньги, соответственно, он там стоит дешевле. Ну, а мы прекращаем обзор, и у нас начинаются бизнес-уроки Байера-Маншутов. Слушай, ну, типа, я удивлен. Я не знал, что есть где-то такой жесткий разброс, но это, типа, интересно. Как минимум, это интересно. Вкусы, которые не легли на новое сырье, ну, кто стал жертвой? Кто поделал? Жертвой, наверное, стали, в моем понимании, черри-джюс. И фисташковый крем. Остальные вкусы легли, и по факту курицей ощущаются лучше, чем они были. Для экспертов, для вот самых главных экспертов. Какой сейчас бленд использует компания DAF? Смотри, там принципиально два разных бленда. Первый – это смесь различных европейских берлеев. Это одна половина. Вторая половина – так называемый DAG DAC, DAG, ERC, табака. Это сорта, темные сорта табаков, использующиеся для производства сигарной продукции. Особенность в том, что даже при низком входном содержании никотина, у них очень большая доля свободного никотина, что позволяет изначально... Вообще-то очень сложно вот так вот в трех словах объяснить. Вот здесь точно вместо ставки. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Зачем я ткнул пальцем в эту долю, бля? Короче, в общем, глобальная задача нового сырья заключалась в том, чтобы максимально постараться сохранить близкие к старым значениям. Чтобы это курилось максимально легко, как будто это пумари, но при этом уверенно навалил его никотином и осаживал. Серега, напомни мне больше никогда умных людей не звать в обзоре. Это, блядь, очень тяжело. Я сижу и чувствую себя дауном. Мама отрывалась, когда тебя носила, и пила в запой. Мама отрывалась, когда тебя носила, вот ты и тупой. Столько информации поступает в мою сонную больную голову. GBC, чё, блядь, бирд, ну нахуй. Вот, вот, кратенько то, что я уже прокурил. Глава мамы однозначно крутая. В том плане, что это, наверное, единственная сейчас глава на рынке, которая не мерзотная, не травянистая. Кто-то, конечно, любит вот такие все истории, а-ля Нахла или Альфакер. Пожалуйста, мне это не вкатывает. Здесь она тропическая, салковатая. Есть для меня какой-то отголосок джангл-микса от Спектрума. Вкусно. У Уайлдбери, я считаю, это прям вообще, ну типа прям топ. По киви тени, не знаю, вот у меня как были флагманы киви смузи маст хэва, киви от гиви, что, блядь, с горлом нахуй. Только зашел Роман, уже с горлом пиздец. У меня как и оставалось киви смузи от маст хэва топом, киви от гиви от спектрума, от спектрума, нет, от северного. Так в целом, наверное, остаюсь. Просто, опять-таки, на вкус и цвет, как говорится, все фломасты разные и просто кто-то любит травянистость в вкусах, кто-то любит алкогольный вкусах, кто-то это не любит и это супер индивидуально. У вас из цитрусового вкуса получается грейпфрут розовый? Грейпфрут, получается лайм-лемон и вот сейчас оранж-заст. Ну вот из всего, что есть, для меня пока вот это вот типа лучший цитрус. Грейпфрут, грейпфрут, ну то есть без эмоций. Лайм-лемон, не знаю, так он мне не полюбился даже в новом обновлении, а вот оранж-заст прикольный, оранж-заст прикольный. По новым ароматам, ну типа 3 из 4 вполне, вполне себе. Это 99% работы, когда ты делаешь какие-то пробники, куришь, блюешь, выбрасываешь. У меня с кальянами так же гостелую не обляет. 99% пробники, куришь, блюешь, выбрасываешь. Слушай, Ром, я еще заметил, видоизменилась банка, да, слегка или нет? Или просто... У нас добавился дополнительный элемент защиты, он является как дополнительным контроллером вскрытия, потому что там некоторые неаккуратные люди в магазинах на полках любят там нечаянно открыть баночку, сорвать акцизную марочку, и правдцы говорят... Добро пожаловать в ад! Добро пожаловать, поздравляем вас с покупкой. Да, да, да. Слушай, Ром, а у вас остались какие-то, так сказать, белые пятна на карте России, где еще нет дистрибьюторов в какие-то регионы? Или все уже сожрано? Все сожрано, посменно. Абсолютная сфор! У вас есть тоже, типа, какое-нибудь, может быть, спецпредложение для франшизных заведений, для просто крупных заведений, для регионов, в столицах? Вполне возможно, что в ближайшее время мы разработаем этот пакет, потому что есть интересные мысли по этому поводу. Угу, угу. Прям вообще, нахуй, я себя жертвой чувствую. Угу, чуть-чуть влюбля. Фух, нахуй. Так, что, все нахуй, и по-новой, и заново? Давай по-новой, Миша, все хуйня. Я просто спросил про табак. Я ничего сложного не сказал. РБС, ДжБС. Ты думаешь, я знаю? Главное делать важные щи просто. А-а-а. Вот про какую экспертность я говорил. Паша, слава, как я не хватает к экспертности на канале. Вот, блядь, пожалуйста, давай. Все, в пизду, погнали, нахуй. Это жестко.